Всем привет! Как ваши летние денёчки? А у меня сегодня для вас большое интересное сравнение. Я в одном из прошлых видео делал анализ новых цен на алкоголь после санкций, и на импортные бренды ценники конечно вообще не радуют, там подорожание в среднем на 30-40%, поэтому в этом году актуальность набирают российские аналоги. Ну и говоря о замене импортного алкоголя, на мой взгляд это мое мнение, фаворитами по качеству на данный момент являются вино в большей степени, ну и джин. Джин по-моему вообще интересный напиток, и чистым его пьют наверное ну только самые отвязные ценители, поскольку многим он все-таки кажется даже грубее водки, потому что основа тут извините можжевеловая, как некоторые говорят вот эти елочки, это сам по себе такой ядреный вкус, плюс там еще специй полно, ну вы поняли. А вот в составе коктейлей как раз наоборот, многие и я в том числе любят его больше чем весь другой алкоголь. Авиация, клуб клевер, негрони, гимлет, джон коллинз, джин тоник, это мой личный топ коктейлей на джине и я все их просто обожаю, причем в равной степени. А вот виски, которые я в чистом виде уважаю куда больше джина, в коктейлях с ним мне нравится ну разве что виски саур самый любимый, манхэттен и аналог негрони с джином бульвардье. У меня уже было как минимум два, то и три очень интересных и полезных видео про джин, это и большое сравнение импортных, бифитер, гордон с бомбей сапфир и хендрикс, потом вышло еще одно большое сравнение, где я добавил еще более премиальные танкирей, лондон джин номер один и такой очень необычный рассольный бастап джин. И вот не так давно я делал сравнение популярного бифитер, лондонского настоящего сухого джина и российского баристера в трех вариантах. Там же я делал очень крутой коктейль клуб клевер, очень крутой коктейль, обязательно советую посмотреть и ссылка на этот плейлист с джинами будет в описании, обязательно загляните вдруг вы что-то пропустили. И вот под последним видео мне там писали комментарии, как ты можешь сравнивать настоящий лондонский дистиллят с нашей подвальной бодягой из ректификата. Друзья, состав и там почти одинаковый, ректификат и там и там, и в дополнение к нему уже идут либо настои, либо ароматные спирты, где как пишут можжевеловых ягод, апельсиновых корок, кориандра, кардамона и прочих специй. Даже хендрикс, которому все так с большим поклонением относятся, в составе читаем ректификованный спирт. Так что теперь, зная это, я думаю, больше не будет предвзятости к российскому джину и вот этих прочих глупостей в комментариях. Если бы речь шла о российском якобы джине, где в составе только ректификат и ароматизаторы, это да, я согласен, бодяга. А так, пока что, по крайней мере на бумаге, разницы я не вижу. Немного о ценах. Ситуация сейчас куда более печальная. Тот же Befeater буквально в 2020 году, как будто это было вчера, блин, стоил 1400 рублей за 0,75 бутылку, причем это еще был джин 47 градусов. Сейчас же за ту же цену можно купить только бутылку 0,5 уже и то 40 градусного Befeater. Именно поэтому сегодня я решил сделать еще одно большое сравнение, но уже по российским джинам и, на мой взгляд, по самым актуальным. Потому что смотришь там в ютубе у своих коллег, Барристер вроде бы с Гринбабу сравнили, а на EdimTV, который раз уже в слепых тестах побеждает Фриман. Ну и думаешь, а почему не добавили в то сравнение еще и Фримана? Где-то вроде бы сравнивали Фриман с Гринбабу, но Барристера не было. И вот, короче, все никак-никак не собиралось, все в полную кучу, и я так и решил собрать самые популярные образцы, которые каждый из вас может встретить возле дома. Да, наверняка кто-то из вас скажет, что у меня тоже неполное сравнение, но тут уж очевидно дело вкуса. И, конечно, в первую очередь я делаю это сравнение для собственного понимания, что брать под коктейли в дальнейшем. Ну а если мое сравнение принесет пользу и приятное времяпрепровождение и вам, то, конечно, буду только рад. Это все бутылочки 0.5, и почти все они, с учетом акций, которые на все эти образцы встречаются очень часто, стоят в районе 400 рублей за 0.5. Ну, кроме разве что вот этой голубой бутылочки Sweet Poison, в переводе сладкий яд. Я такую раньше не встречал, увидел ее в ароматном мире за 500 рублей по акции, ну и своим красивым оформлением она, конечно, сразу привлекла мое внимание, поэтому решил взять ее до кучи тоже. Гринбабу и Траблмейкер встречаются в Джинлабе постоянно, очень часто на них скидки, поэтому, как и Баррестер, я хотел их сюда добавить в это сравнение. Все остальные джинны и Фриман в том числе я купил в ароматном мире. Баррестер, по-моему, самый популярный вообще российский джинн, продается практически везде, все его знают, поэтому ну никак без него нельзя было обойтись. Ну и Фриман два раза побеждал в слепом сравнении на EdimTV, поэтому как же так, я не возьму сюда Фримана для сравнения. Ну а Sweet Poison, как я уже и сказал, взял чисто из-за красивого оформления. По крепости Гринбабу 43 градуса, остальные по 40. По составу обычно классика это можжевельник, цитрусовые корки там разнообразные, кориандр кардамон и корень дягеля. У нас же самые необычные, наверное, по составу это Гринбабу, тут помимо всего этого в составе можно найти мох исландский, корень солодки, шиповник, имбирь, мелиса мята, перец и, о боже, семена укропа. Разработчик рецептуры ООО Beluga Brands изготавливается на заводе Георгиевский, там же делают и Troublemaker, поэтому и состав у него очень похожий. Тоже мох исландский, зачем-то добавлен, шиповник, ну и добавили еще цветки клевера. Судя по этикетке и надписям, это такой закос под ирландский джин. Еще можно выделить цвет Poison, здесь помимо классики еще ароматизатор масло эфирное розовое. Очень интересно, такой получается закос под Хенрикс. Изготавливается на Ярославском ликероводочном заводе. У Фримена плюс-минус классический состав и производится в объединенные пензенские водочные заводы. Ну и Баристер тоже классический состав, изготовитель ООО группа Ладога Санкт-Петербург. На сайте пишут, что производится под контролем лондонской компании. По количеству сахара, увы, информация есть только про зеленого бабуина, там 0,6 грамм на 100 кубических сантиметров, и у Фримена аж полтора грамма. Думаю, именно поэтому он и выигрывал в слепых тестах на EdimTV, потому что сахар, он всегда маскирует некачественный алкоголь и придает некой такой искусственной мягкости. Чисто визуально, конечно, Sweet Poison получает приз зрительских симпатий, и я думаю, именно из-за дорогой бутылки, деревянной пробки и качественной полиграфии он как раз и стоит дороже остальных. Дальше уже вкусовщина, но я бы по оформлению второе место отдал бы Баристеру, третье Траблмейкеру, четвертое зеленому бабуину, какие-то оляпистые зеленые надписи, непонятно. Ну и последнее место Фримену. Несмотря на вроде бы интересную форму бутылки, такой черепушки, но отсутствие этикетки, просто получается прозрачная бутылка, плюс контрэтикетка прямо отсылает нас к водке столичная своим цветовым оформлением, и в итоге, если не читать этикетку, выглядит это все просто как бутылка водки, причем не самой дорогой. Итак, переходим к самому интересному, это дегустация. Сразу скажу, у меня не будет слепой дегустации, потому что, во-первых, 5 бутылочек, это и так много, а при слепой дегустации это все растягивается вдвое дольше, поэтому, чтобы сократить время максимально, по каждому кратенько, и сразу говорю, что, ну, после двух уже бокалов, третий, четвертый, уже пойдут размытые какие-то впечатления, поэтому самые-самые вот первые, самые стойкие ощущения от каждого напитка, они, как правило, самые верные, потом уже рецепторы забиваются, и какой-то существенной разницы описать ты не сможешь, поэтому ориентируемся вот по первичным впечатлениям. Ну и также про коктейли, в коктейлях не буду их тоже сравнивать, потому что это плюс-минус все один сегмент, и если там, скажем, Уильям Лоусенс, дешевый от 12-летнего Акинтошина, можно различить в коктейлях, то джины, которые все стоят примерно 400 рублей, ну, я очень сомневаюсь, что даже в чистом виде смогу их как-то сильно различить в плане вкусовых каких-то органолептических свойств, а в коктейлях, тем более там все смешается, забьется, и, в общем, не буду лишнее время на это тратить, только в чистом виде, только вот так. Бокальчики, вот, мне наконец-то пригодились, 5 штук целых одинаковых, они, в общем-то, достаточно маленькие, если сравнивать вот с моей рукой, да, но, тем не менее, в данном случае я этому только рад, потому что 5 джинов, ну, блин, я что-то... Кажется мне, что я немного переборщил, ну, да ладно, попробую, вот максимально. Бокальчики стоят в том же порядке, что и бутылки. Бокальчики уже стоят минут 15, пока все это я под съемочки здесь делал, все это подснимал, поэтому подышали, вредные спирты все выветрились. Давайте, наверное, сначала ароматика. Так, мне главное бокалы не перепутать. Freeman невыраженный аромат, ну, такой джиновый, понятное дело, чувствуется, но невыраженный. Здесь уже вот такой лимонный с можжевельником. Все-таки, мне кажется, Freeman вообще такой очень слабый, задушенный аромат. Sweet Poison сразу цитрусами отдает, причем сладкими, какая-то апельсиновая корка с эфирными маслами. Действительно слаще, я, кстати, подозреваю, что это даже не близко к лондонскому сухому джину, возможно, это прямо сладкий джин, но да ладно, пока я не пробовал. Green Babu какой-то более огуречный, больше упор на специи, ни можжевельника, ни цитрусов, вот какие-то просто специи немного и все, едва-едва уловимый аромат можжевельника. И Troublemaker, прямо интересно с Freeman сравнить. Давайте взболтну даже. Чуть-чуть по насыщеннее Freeman, но, тем не менее, такой же вот практически невыраженный у него аромат. Хотя Freeman, кстати, 350 рублей, по-моему, плюс-минус по памяти Troublemaker около 300 рублей, то есть самый дешевый, но, тем не менее, аромата тут больше чувствуется. Давайте, наверное, с баристера начну, чтобы примерно ориентироваться. Ну, супер насыщенным, конечно, его не назовешь. Во вкусе цитрусы, вот эта вот мякоть от Pamela, такая полу-грейфрутовая, полу-сладко-цитрусовая. Pamela, кто ел, поймут. Эфирное масло. Сразу давайте после этого, я не знаю, давайте пусть это будет Freeman. Он гораздо слаще, прям гораздо. Я понимаю, почему он выиграл в слепом тесте на EdimTV. Он сильно слаще, этот прям dry gin, хотя в составе у баристера написано, что есть сахар, при этом dry gin, непонятно, как это сочетается. Тем не менее, вкус у него гораздо такой более сухой, осушающий, прям как будто ощущение, когда вот ты пьешь 50-градусный бурбон, прям подсушивает рот, какие-то вот такие парфюмные тона у тебя во рту остаются. Здесь же просто вот сладенькая какая-то, я не знаю, очень простенький по вкусу gin. Во вкусе какой-то можжевельник с огурцом, я не знаю, огурец в перемешку с цитрусом. Какой-то вот не сильно понятно, то ли это цитрус, то ли огурец, оно как-то все перемешалось. Травянистый оттенок. Вот, наверное, только так максимально правдоподобно могу описать. Можжевеловые тона есть, очень придушенные по сравнению с баристером. И на заднем фоне вот какие-то травянистые огуречные тона, плюс переплетение вот цитрусовых на заднем фоне. Сладкий. Сладость все забивает, и какое-то противное даже после вкуса не джиновое остается. Из-за этой сладости. Ну вот баристер, те самые елочки, ядреный кошмар. Почему вот я не пью в чистом виде? Все, и то это я более-менее понятно для себя сравнил два. У меня уже рецепторы забиты, нужно немножко передохнуть. A few moments later. Давайте, вот эти два я примерно понял. Сразу Troublemaker, это после Freeman, наверное, вот максимально близкие конкуренты Freeman и Troublemaker. По цене, ну и по статусу своему. Давайте сразу Troublemaker после этого. По сладости он слаще, чем баристер и вообще как вода зашел, если честно. Прям вот такое ощущение, ребята, как будто пьешь дистиллированную воду. Воду обычно пьешь, ты чувствуешь какую-то у нее, но все-таки как-то она влияет на рецепторы. Дистиллированная вода просто влагу тебе дает во рту и все. То есть никаких абсолютно ощущений. Вот точно так же проваливается Troublemaker. То есть какие-то сладковато-цитрусовые ноты есть. Можжевельника я здесь совершенно не почувствовал. Он не такой ядреный, не такой одеколонный, осушающий, как Barrister Dry. То есть, ну, делать какие-то яркие коктейли на джине, это не про это. Вот если вы любите джин в чистом виде и у вас сильно много денег нет, возможно Troublemaker это вот как раз такая неплохая замена хорошей водки. То есть очень легко проваливается, нет каких-то ядреных нот, какие-то цитрусы на заднем фоне. Ну, это, конечно, не водка, это ближе к джину. Понятно, это по вкусу все-таки джин, это чувствуется. Но, тем не менее, он очень задушенный. Вот такие же придушенные ноты, как и во Freeman. Но, тем не менее, он поинтереснее, потому что он, во-первых, не такая химозная, не такая навязчивая слащавость. Эта слащавость, она переходит больше в какую-то обтекаемость, водянистость. Вот эта вот дистиллированная вода, то есть вообще ничего не цепляет. Проваливается джин, какие-то апельсинчики, лимончики на заднем фоне и все. Ну, корочки, корочки есть цитрусовые. Можжевельника здесь практически не чувствуется. Здесь это прям ядреная нота, такая веточки, вот эти елочки, иголочки. Это вот именно такой, знаете, для удовольствия вкус. Он ядреный, но в удовольствие. Здесь же, ну, реально прям дистиллированная вода, я не знаю. Давайте следующий Green Babu сразу сравним с этим же Windlab-овским Troublemaker. Жестковатый образец, конечно. Это вот нечто среднее между Troublemaker и Barrester. Пока что первый глоток, первая секунда, как будто бы он такой же мягкий, вот обтекаемый, как и Troublemaker. Потом догоняет тебя вот эта можжевеловая сухость, осушает тебе рот и дает еще дополнительно спиртуозности. Ну, вот его я теперь хочу сравнить с Barrester. Ну, он слаще. Он такой же сладкий, как Troublemaker. Сахар здесь забивает вот эту жесткость, сухость. Это не Dry Gin, однозначно. Нужно сказать, что я все это пью комнатной температуры, поскольку, ну, лучше спирты отдают свои ароматы. Тем не менее, возможно, в холодном виде какие-то другие нотки вы почувствуете. Я уже, честно сказать, пробовал Green Baboo, и вот в описании семечки укропа вот прям точно в охлажденном виде чувствуется вот эти вот, я не знаю, что-то вот огуречно-рассольное, консервированные помидоры. Туда добавляют укроп, вот эти стебли и вот отголоски. Отголоски легкие, понятное дело, не сильно вот эти броские. Но, тем не менее, укропная вот эта вот тема есть. Сейчас я ее не почувствовал к Green Baboo. Ну, какие-то цитрусы, можжевельника здесь уже больше чувствуется, чем в Troublemaker. Ну, понятное дело, это лучше, чем Freeman. Freeman – это просто слащавость, какая-то прикрывающая нотки огурца и немножко-немножко можжевельника. Все. Баристер более сухой, чем Green Baboo, однозначно. И более выраженная такая деколонная парфюмная нота, ну, которая, естественно, включает в себя можжевельник, вот эти хвойные такие еловые веточки. И туда же вот эти кардамон, кориандр и на заднем фоне цитрусовые корочки. Более грубый при этом, его тяжелее пить чистым. Но, тем не менее, в коктейлях, я думаю, он будет проявлять себя гораздо ярче и давать вот этот тот самый привычный джиновый вкус. Поэтому для коктейлей, наверное, для меня, по крайней мере, пока что баристер. Ну и последний, давайте Poison, Sweet Poison. Насколько он сладкий, насколько здесь чувствуется эфирное масло розы, как в Hendrix, да? Давайте пробовать. По сладости что-то среднее между баристер и Green Baboo. Очень интересный. Какая-то парфюмность однозначно в аромате, во вкусе есть. Тут прям в аромате чувствуются цитрусы, цитрусовые эфирные масла. Сглажены это все цветочными нотами, вот роза шиповника. Он более сладкий, его можно уже пить чистым. В коктейлях он, я думаю, не так ярко, не так ядрено будет чувствоваться. Вкус не такой выразительный, он мягче, соответственно, чем баристер. В общем, Sweet Poison однозначно это не Hendrix. Конечно, здесь прям вот какого-то богатства вкуса не чувствуется. Тем не менее, если брать сейчас Hendrix, да даже по старым ценам он стоил 2500. И вот это, я бы, естественно, лучше бы взял много бутылок Sweet Poison, нежели один раз Hendrix, который якобы там все чуть более натуральное в составе. Но здесь тоже как бы из ароматизаторов только роза, все остальное тоже натуральное. Вот эти ароматные спирты, всяких корочек, кардамона, кориандров и так далее. Поэтому, ну, я не знаю, это уже, соответственно, ваш выбор, насколько часто вы пьете джин. Наверное, если раз в год, то лучше, ну, наверное, купить что-то вроде Hendrix, Абангейс Апфир и так далее. Ну, если расставлять приоритеты, опять же, я, наверное, буду исходить из цены. Давайте подводить итоги. Баристер за 0,5 я взял за 380. Тем не менее, такая низкая цена достаточно редко встречается. Обычно это 420 рублей по акции за 0,5. Sweet Poison я встречал пока что только в ароматном мире, и там он за 0,5 стоит 500 рублей. То есть 400 либо 500. Исходя из этой разницы, я все-таки выбираю баристер. Его за 650 рублей можно взять 0,7. На первое место я ставлю баристер. На второе место Sweet Poison. Третье место это Green Babu, поскольку он чуть более яркий, чуть более можжевелый, чем Trouble Maker. Trouble Maker можно сказать уже практически никакой. Он мягкий, он такой прям дистиллированный. Какие-то цитрусовые нотки, слащавые, еще более слащавые, чем в Green Babu они есть. За счет этого он занимает, ну, в общем-то, более-менее почетное место. И Freeman за счет своей химозной слащавости, которая душит просто все нотки. И нотки эти, в принципе, не такие яркие даже, чем в Trouble Maker. Поэтому я не знаю, он стоит дороже, чем Trouble Maker. При этом он более слащавый. При этом слащавость такая притерная, неинтересная, неблагородная совершенно. Я не знаю, у меня еще ассоциацией всплывают и эти Freeman Asai пилы. Делал обзор из КБ вот эта шняга, где ректификат с ароматизаторами, с какими-то там соками дешевыми. Плохие ассоциации остались. И Freeman делается на том же заводе. Такая же черепушка, форма бутылки. Здесь нет привычной вот такой одеколонности, сухости, как у, ну, для меня привычного джина. Это слащавенький, не сильно выразительный, не сильно богатый в плане вкуса, аромата напиток. Попытался описать максимально объективно, но понятное дело, что все это дело вкуса. Достаточно сложно было пять крепких алкогольных напитков сравнить. Поэтому я надеюсь на вашу поддержку в виде лайков, комментариев. Обязательно пишите, что вы бы сюда добавили из супер популярных распространенных джинов, которые действительно заслуживают внимания. Делитесь своим опытом, заглядывайте в описание. Там будет плейлист с джинами, там еще куча интересных сравнений. Ну и до встречи в новых видео. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok